Постоянная температура 37-37,5, норма это или патология, что с этим делать, куда бежать и вообще нужно ли что-то с этим делать, обращать на это внимание. Сегодня поговорим про это. Меня зовут Хистанова Тамара и я более 25 лет занимаюсь лечением самых различных заболеваний, используя методы китайской медицины, в частности, акупунктур. Очень часто на прием приходят пациенты, у которых длительный период времени держится субфибрильная температура 37-37,5, температура в диапазоне 37 называется субфибрильной. И они обходят большое количество докторов, пытаются решить эту задачу и очень часто ее решить не получается, нет ответа на вопрос, почему есть температура. Что делать, если у вас есть такая температура? Обратите внимание на еще какие-то признаки вашего здоровья, это может быть недомогание, это может быть отсутствие сил, это может быть так, что что-то у вас болит. И обязательно обратитесь к врачу, потому что температура у нас не повышается просто так, это ответная реакция нашего организма на какой-то дисбаланс внутри. А в частности, температура такая говорит о том, что в организме есть воспаление. И это может быть какая-то вялотекущая инфекция, это может быть глистная инвазия, это может быть какой-то аутоиммунный процесс, это может быть заболевание щитовидной железы. Такая температура бывает в период гормональных нарушений или перестроек. Она может быть характерна для женщины в период лактации. Это может быть на самом деле и нормой, например, у деток, которые очень активно играются. Но тогда это будет иногда, только вечером, когда дети поиграли. Не упускайте из виду возможный воспалительный процесс, потому что если его не разрешить, если не найти решение и не вылечить, то длительный воспалительный процесс приведёт к тому, что потратится колоссальное количество энергии на борьбу с этим воспалением, потому что наш организм стремится быть здоровым, и он всё время пытается решить внутри себя все эти патологические вопросы и затушить этот огонь. И ещё на нездоровую температуру, а это нездоровая температура, наш организм тратит кортизол, потому что это для него стресс. То есть норма температуры 36,6, 36,7, а у вас 37,1, 37,2. И для организма это сильнейший стресс. И чтобы хоть как-то бороться с этим стрессом, он будет вырабатывать кортизол, и это может привести ещё к недостаточности надпочечников. И тогда возникает ещё одна проблема, которую нужно решать. Если говорить о позиции китайской медицины, то температура выше нормы говорит о том, что в организме образуется жар. Жар образуется в ответ на попадание холода. И холодом может быть как холод физический, так, например, какие-то бактерии, вирусы, грибы, так и может быть, например, стресс какой-то считаться холодом, в ответ на который организм у нас вырабатывает тепло, чтобы погасить этот холод, и мы будем его ощущать как жар, повышение температуры. И задача, опять же, то, что вы сделать можете самостоятельно, это восполнить уровень энергии для того, чтобы у организма появился ресурс справиться с этим холодом внутри. И ещё раз скажу, что обязательно обратитесь к врачу, потому что нужно найти этот вялотекущий воспалительный процесс и потушить этот не очень активно горящий пожар. Я, знаете, иногда сравниваю это воспаление с холодной войной, когда нет активных каких-то боевых действий, но всё равно идут процессы, которые затрагивают абсолютно всех. И вот в организме то же самое. Даже вялотекущий, например, какой-то кариес – это тоже воспаление. И зуб, который не лечится, и кажется, ну что такого. Но он тоже может давать, например, высокую температуру. Или хроническая ангина может давать высокую температуру. И все знают, абсолютно все знают, что если не лечить ангину, если не давать антибиотики, то может быть, например, осложнение и случится какое-то заболевание сердца. Поэтому ещё раз вас призываю, будьте внимательны, бдительны, не закрывайте глаза на эту температуру. Ну то есть смотри, я смею предположить, что есть люди, у которых температура 36,9-37 – это норма. Да, наверное, есть такие. Я не помню, если честно, про в норме температуру. Наверное, есть. Но тогда вопрос, почему человек меряет всё время эту температуру. То есть если есть с этой температурой ещё какие-то недомогания, то их нужно точно убрать из организма. То есть это точно задача – закрыть эти вопросы. Но есть у тебя нелеченный зуб, значит, его нужно вылечить. Есть у тебя, например, застой в желчном пузыре, значит, его нужно убрать. Есть у тебя запоры, значит, от них нужно избавиться. Есть у тебя там где-то какие-то кисты, значит, нужно сделать так, чтобы этих кист не было. И не стоит отделять повышенную температуру от каких-то других проявлений. Они могут быть связаны и, скорее всего, связаны между собой. Хочется сказать, что нужно перестать делить организм на части. Он единое, целое. И по какой-то причине температуру повышает. У нас есть ещё и терморегуляторные центры в организме. И вообще может быть история про какие-то новообразования, которые будут ещё тоже давать повышение температуры. Хочется сказать, что совсем не зря доктора учатся в мединституте. Ну, вообще нисколько не зря, и их задача диагностировать, почему эта температура. Ну, не то, что всё, надо идти и разбираться. Да, нужно посмотреть кровь, есть ли там маркёры воспаления или нет. Да, нужно смотреть. То есть, опять же, ты приходишь на приём к доктору, и доктор должен понять, что ему сейчас нужно обследовать. Да, конечно, в первую очередь будут искать хронические какие-то воспаления. Есть ещё такой симптом температурный хвост. То есть, если человек переболел каким-то заболеванием, инфекционным, например, каким-то там тяжёлым гриппом, после ковида очень часто бывает, и вот он настолько ослаблен, что организм поддерживает эту высокую температуру. То есть, остался и воспалительный какой-то процесс, и температура повышенная. Но этот хвост тоже должен закончиться в какой-то момент. То есть, он поэтому и хвост, что у него есть окончательный момент. То такую температуру может дать абсолютно вообще любой патологический воспалительный процесс. Заболевания воспалительных почек, мочевого пузыря, венерологические какие-то процессы. То есть, вообще любое воспаление может давать. И оно может быть без ярких каких-то проявлений. Надо идти к врачу и разбираться. Конечно, если есть температура, то нужно идти. Она может быть повышена при хроническом стрессе, при синдроме хронической усталости. То есть, это такой способ организма справиться. То есть, повышая температуру, ты как будто бы чуть-чуть можешь быть ещё активнее. А может быть, это борьба с воспалением, с патологическими изменениями внутри организма. И это однозначно звоночек, что нужно пойти и найти. И не издавать всё подряд. Специалист должен подсказать, куда нужно посмотреть в первую очередь. То есть, я меряю температуру только в том случае, если я себя плохо чувствую. И тогда, если у тебя температура 37 всегда, и ты прекрасно себя чувствуешь, и нет вот этого ощущения температуры, возможно, тогда это вариант нормы. Но если ты понимаешь, что тебе надо померить температуру, и ты её хоть чуть-чуть чувствуешь, то это точно не вариант нормы. То есть, я думаю, что здесь прямая связь, прямое самочувствие. Если мне окей, прекрасно и замечательно, и руки не тянутся за градусником, то это норма. Если ваша температура субфибрильная сопровождается прекрасным самочувствием, и вы обследованы, не можете найти причину, выдыхайте, возможно, это ваша норма. Если же у вас есть температура, и вы чувствуете её как повышенную, чувствуете недомогание, то однозначно идите на приём к доктору, ищите причину этой повышенной температуры, пусть и на чуть-чуть. Берегите своё здоровье, это самое ценное, что у нас есть, и до встречи в следующих выпусках.